Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим еще одну версию Wi-Fi ZigBee шлюза для умного дома Xiaomi Acara J2. Это уже вторая попытка совмещения ZigBee шлюза и IP-камеру. Про первую, не очень удачную и уже снятую с производства, я рассказывал в своем обзоре около двух лет назад. Кому интересно, ссылка в описании под видео. Поставляется устройство в плотной белой картонной коробке, запаянной в пленку. В центре лицевой стороны фотография гаджета, справа вверху логотип краудфандинговой платформы Xiaomi Yopin. На торце параметры камеры устройства, на задней стороне основные характеристики. Интерфейсы. Wi-Fi 2.4 ГГц и ZigBee. Поддержка беспроводных ZigBee датчиков Midsia и Acara в режиме шлюза. Разрешение съемки 1080p 20 кадров в секунду, аж 265. Угол обзора объектива 140 градусов. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 40 градусов Цельсия. Размер 82 на 56 на 50 миллиметров. Коробка сделана в виде выдвижного ящика, в центре которого зафиксирован гаджет. Для простоты я буду называть его камера, но помним, что это комбо-устройство. Так выглядит все полезное содержимое коробки. И я вкратце пробегусь по всем составляющим. В отдельном пакетике находится кусок двустороннего скотча, металлическая подставка. Камера имеет магнитную основу, если эту подставку закрепить на какой-то поверхности, гаджет сможет магнититься к ней. Кроме этого скрепка, как у смартфонов для кнопки сброса. Стандартный для подобных устройств блок питания с плоской вилкой, рассчитанный максимум на 5 Вт при 5 Вольтах и токе до 1 Ампера. Белый круглый кабель питания с разъемами USB и microUSB, но использовать можно любой подходящий кабель. И последнее, инструкция буклет на китайском языке. В ней имеются пояснительные картинки и QR-код для загрузки приложения Mi Home. Выглядит камера своеобразно, таких в экосистеме я еще не встречал. Все края сильно закругленные, в верхней части черный круг с объективом в центре. Здесь же находятся ик-диоды подсветки, датчик освещенности и микрофон. На задней стороне перфорация для динамика в виде диагональных прорезей и овальный колодец с разъемом microUSB. За счет этого углубления не все microUSB кабели могут быть подключены к камере. Нижняя часть камеры представляет собой складывающуюся ножку, подобную как у камеры кубика XiaoFan. С нижней стороны на ножке продублирован номер модели устройства, параметры питания и код ссылка на приложение. На самой камере под ножкой находится разъем для microSD карты и кнопка сброса, которую нужно нажимать при помощи скрепки. Сравнительно с поворотной камерой MIDI и параллелепипедом DAFAN, Acara J2 выглядит весьма миниатюрно. После включения питания камеру нужно перевести в режим сопряжения, удерживая скрепкой кнопку сброса в течение 5 секунд до голосового уведомления. После этого камера появится в сети 2.4 ГГц и приложение увидит ее. Мастер подключения сгенерирует QR-код, который нужно показать в объектив камеры. Далее в течение нескольких минут происходит применение параметра Wi-Fi сети и перезагрузка камеры уже с ними. Заключительные шаги подключения это выбор локации, имени устройства и при необходимости предоставление доступа для других Mi аккаунтов. Новое устройство, кстати имя по умолчанию и видеокамера, появляется в общем списке системы. Плагин практически аналогичный другим IP-камерам экосистемы, на нем остановимся подробнее. После первого запуска проверяется и обновляется версия прошивки. Радует то, что плагин на английском языке, а не на китайском. В центре находится окно просмотра, в верхней и нижней части органы управления и таймлайн. Вверху качество видеопотока, режим картинки в картинке, включение звука и разворот на весь экран. Внизу под таймлайном находятся кнопки перевода камеры в спящий режим, кнопка голосового вызова, запись видеоролика и съемки фото и вызов дополнительного меню, в котором имеется кнопка постановки камеры на охрану. Перейдем к меню. Здесь довольно много пунктов, давайте разберемся, что тут к чему. Первый пункт – настройки камеры. Тут можно отключить светодиод активности, включить режим защиты данных при мобильном подключении, задать период автоматического отключения камеры. В меню настроек видео находятся переключатели штампа даты и времени, коррекции искажения объектива, режима ночной подсветки и поворота видео по вертикали и горизонтали. Здесь же можно включить режим съемки таймлапс и задать для него время и дни недели. Это пригодится для съемки медленных сцен. В меню управления SD-карты видно ее общий и занятый объем, есть кнопка форматирования и тут находится управление съемкой, постоянное по движению или отключить. Из небольших меню есть еще настройка тревоги по движению в кадре или по резкому звуку, альбом с сохраненными фото и видеороликами и базовые настройки устройства, переименование, смена локации, обновление прошивки, сетевая информация и отключение. В меню Hub Settings сгруппировано все, что относится к функциям ZigBee шлюза. Начнем со списка подключенных устройств. Изначально он естественно пуст, для эксперимента добавлю что-нибудь. Список поддерживаемых устройств визуально меньше, чем у круглых шлюзов, но все основное есть, а то, чего нету, добавляется с обновлениями прошивок. Добавление кнопки стандартное. Пока шлюз в камере ожидает новое устройство, нужно зажать кнопку сопряжения до сигнала светодиода, после чего выбрать локацию и название подключенного гаджета. Как и круглый шлюз в Миндзе, Акара G2 имеет режим постановки на охрану. В качестве триггера срабатывания может служить не только любой подключенный к шлюзу дачи, но и сама камера устройства. Постановка на охрану может осуществляться моментально или с установленной задержкой. Выбирается громкость и тип звукового сигнала. Выбор аналогичен круглым шлюзам. Для пущего эффекта при сигнализации можно задействовать и другие шлюзы, которые есть в системе. Вот так выглядит постановка на охрану, срабатывание и снятие с охраны. Устройство может участвовать в автоматизациях и служит как триггером обнаружения движения, так и действиями, их 8. Первые три отвечают за постановку и снятие с охраны. Следующие три за включение и выключение камеры. Далее запись видео с отправкой уведомления и проигрывание одной из мелодий. Методов установки камеры много, начиная от самого простого – установка на горизонтальной поверхности. Благодаря ножку камеру можно наклонять вверх, вниз и поворачивать в стороны. Благодаря магниту в основании ножки камера легко устанавливается на металлической поверхности, например на холодильнике. При необходимости можно прикрутить съемную металлическую пластину из комплекта или использовать скотч. Изображение потом перевернуть как нужно в плагине. Отснятые камеры видеоролики можно найти при помощи таймлайна, где закрашивается время, когда была запись. Неудобно то, что время пекинское. На microSD карте создается папка Record, в которой в свою очередь создается подпапки с датой записи, а внутри нее следующий уровень час записи. Видеоролики же создаются с названием в виде минуты и секунды в зависимости от начала их записи. Таким образом легко найти ролик, относящийся к нужному времени с учетом китайского часового пояса. Видеоролики снимаются протяженностью до 1 минуты, с разрешением 1920х1080, частотой 20 кадров в секунду и битрейтом около 850 кбит в секунду. Перепробовав немало камеры с экосистемы, могу сказать, что качество записи тут довольно неплохое. Запись при ярком искусственном освещении. Запись при ярком искусственном освещении. Мягкий теплый свет. Ночной режим записи. Продолжение следует... Что касается альтернативных систем управления, то как и другие шлюзы Акара, Акара G2 не имеет возможности включения режима разработчика. Поэтому это устройство подойдет для тех, кто использует штатный функционал системы Mi Home. Для них же это устройство будет хорошей заменой обычному шлюзу, так как сочетает в себе функции не только шлюза, но и неплохой IP камеры. По отдельности же эти устройства будут стоить как минимум дороже, не говоря уже о лишней нагрузке на Wi-Fi сеть. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!